Мы слышим очень часто слова помыслы, мы слышим про Иисусову молитву что-то, даже сами пытаемся ее как-то читать. И при всем при том, до конца мы не понимаем, что такое помыслы, из-за чего Иисусову молитву, и вообще, что это такое. И много раз я говорю о том, что если мысли к нам в голову приходят, значит они приходят откуда-то. Раз откуда-то, значит они не мои. Да, от Бога они не приходят, потому что Бог свободен, не вторгается в сознание, а дьявол не то, что вторгается, а насилует наше сознание. Только если он будет говорить от своего имени, мы его слушать не будем. А когда он мне говорит, как будто я так думаю, а ему как будто он, а и как будто она, то мы это запросто воспринимаем как мои умные мысли. И другим навязываем, и сами выполняем, и другим навязываем, и воплощаем их в жизнь. Становясь таким образом рабами нечистой силы. Так вот, Господь, когда был во плоти, дьявол понимает, что плоть слаба. Под нажми, и она сломается. Мы все свои страсти знаем. Но каждому из нас Бог разрешает дьяволу искушать ровно столько, сколько я могу преодолеть и победить. То есть больше моих сил мне не дается. Каждому это столько, сколько он может побеждать. А когда Бог был во плоти, его искушали все бесы, вместе взятые без всяких ограничений. То есть весь ад напрягся со всей силой, даже больше, чем могли, во главе с сатаной. И Господь ни одному искушению не поддался. Поэтому он говорит, отныне я победил вас, князем мира сего. Подвиг тяжелый. Мы свои, какие-то там страстишки маленькие, и то нам трудно победить. И то хитрить, лукавить начинаем. Хочу бросить, но не могу. У меня не получается, я пытался, пытался. Не получается. То есть я хороший. Вот кто-то виноват. Или, вот это, какую молитву почитать, чтобы мне в глубину страсти отошла. Или, какой молитву почитать, чтобы эта страсть отошла? Какой молитву почитать, чтобы не раздражаться? Возьмите все молитвники, все псалтири, читайте, не останавливайтесь, и страсть не уйдет. Мы не для того же живем, чтобы от них убегать, а для того, чтобы их побеждать, то есть преодолевать. А на меня мучает, я не поддаюсь. Вот для чего мы живем. А мы хотим, уберите от меня, я буду хороший. Так вот, тяжелый подвиг. А Бога искушали все бесы, бески взяты. И он ни на секунду, ни одной страсти не попадался. Тяжелейший подвиг. Но он совершил за нас. А мы сейчас чуть-чуть поучаствовать, и то тяжело. Теперь, второй подвиг. Бог взял на себя грехи всего рода человечества. То есть всех времен и народов, всего земного шара, всех людей. Опять. Но вот если человек не хочет грешить, ну, есть грехи, которые мы хотим, да, а есть, которые мы, ну, просто душа неприемлема, и все. Так? Мы их не возьмем, как нас не заставлять. А Бог взял грехи всего человечества. То есть ответственность за них. Не сами грехи он совершил, а ответственность за них взял. Но ведь никак не хочется. И, во-первых, всего человечества. И самое главное. Бог и грех несовместимы. Потому что грех – это действие против Бога. Это действие против святой воли Божьей. И Бога. Как это? Нам это не понять. Это чудо, которое возможно только Богу. Дар взял грехи, Бог претерпел наказание. Первое, первейшее. Это муки совести. Страшнейшие муки совести. Я напоминаю и напомню, что, когда мы были, допустим, маленькие, какой-то там проступок совершили, нас сильно мучила совесть. И очень тяжелые мучения. Лучше физически были бы, так легче было бы, правильно? Чем муки совести. Ну, это у нас. А когда и то, чем человек характерен. Чем больше грехов у человека, тем больше изоляция возникает между мозгом и душой. Потому что мозг – это место контакта духа, души и тела. И когда грехов мало, то как вот чистое стекло, через него проходит свет или выходит свет. А когда его взять и закоптить, свет будет проходить все меньше, меньше, меньше. Поэтому, чем у нас больше грехов, тем уже мозг муки совести чувствует все меньше и меньше. То есть душа мучается, она погибает. Но мозг ощущается все меньше и меньше. Чем больше грехов, тем еще меньше чувствует. Поэтому, когда говорят про жженую совесть или нету совести, есть она у всех. Единственное, что мозг ее уже не воспринимает, а слеп. Но душа мучается. И самое страшное, что тело умрет, мозг, который ее муки совести не чувствует, а муки-то остаться в душе, душой будет вечное мучение. Но это не об этом же сречь. А вот теперь абсолютно чистый Бог. Причем Бог несовместимый с грехом. Взял грехи не то, что какой-то один, а всех людей всего земного шара, всех времен и народов. Это какие муки совести он претерпел. Естественно, за грех полагается и физическое наказание. Как мы хорошо знаем и по жизни. Согрешил, заболел. Так, согрешил, в тюрьму посадили. Ну, короче, ребенок согрешил, оттупили. То есть полагается, полагается. И Бог, опять же, претерпел физическое наказание. Но есть разница. Чем у человека меньше грехов, тем он легче переносит боль. Чем у человека больше грехов, тем он тяжелее, мучительнее переносит боль. А Бог взял грехи всего земного шара, всех времен и народов, всего человечества. Представьте, какие у него были мучения физические. Поэтому те мучения, которые там воины били, на кресте. Я еще напомню отдельно, каждый раз, каждый год говорю, что это самая тяжелая пытка на кресте. Тяжелее пока, что человечество не придумало еще ничего. Почему? Потому что я не говорю про гвозди, прибиты. Поза неудобная. Попробуй повиси так сутки более. Очень больно. То, что мошкара тебя ест всего, и не отмахнешь ее. И глаза там в нос лезут еще больше. Естественно, пить хочется. И прочее, прочее, прочее. Нет, это же мелочи. А то, что в этой позе, вот в этой позе нарушается кровообращение по малому кругу. То есть, кровь перестает циркулировать через легкие. Легкие не дают кислород в кровь. Значит, кровь застаивается в легких. Сворачивается, выделяет серьезную жидкость. Во-первых, забивается. Во-вторых, отекает в серьезные жидкости, утопает. И в организм кровь не поступает. То есть, человек пытается дышать, а воздуха нет. И человек начинает медленно умирать. Медленно, но пальцы, ноги, потом постепенно ноги выше, выше. То есть, смерть поднимается выше, 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 выше. Но это еще не самое страшное. Страшное самое в том, что когда в крови уровень кислорода, извините, углекислого газа, начинает превышать норму, начинается ужас, паника и страх. И чем больше уровень углекислого газа в крови, тем больше ужас, страх, паника и все остальное. Поэтому на кресте мучения не только физические, не только смерть свою смотришь, но еще и муки душевные, фантастически тяжелые муки душевные. И Господь претерпел эти муки на кресте. И Господь умер. Опять несовместимые понятия. Бог и смерть. Бог источник жизни. Бог смерть не создавал. Смерть это противодействие опять же Богу. Попытка сопротивляться Богом. Так? Но Бог опять настолько всемогущ, что даже взял смерть, умер и, естественно, сошел в ад. Потому что, как у всех людей, путь был один после смерти в ад, до пришествия Христова, точнее, до воскресения Христова. Точно так же и сам Господь, Дух Божий, сошел в ад. Ну, естественно, что для ада это есть смерть. Потому что, когда мы включаем свет в какой-то там темноте, то сразу темнота исчезает. То есть свет для темноты есть смерть. Точно так же Бог, сойдя в ад, разрушил ад. И, соответственно, тех людей, души тех людей, которые жили по совести, которые жили по воле Божией, они вышли из Бога. Поэтому на иконах изображается, как в воскресении Христова, там какая-то там зияющая черная дыра в ад и две створки дверей. Ну, врата ада запручил. Ну, это так, к слову. Вот, сегодня мы вспоминаем именно этот тяжелейший скорбный момент, когда Господь умер. И что случилось? Опять же, природа не могла это понять. Вся природа была в шоке. Мир. Ангельский мир был в шоке. Солнце померкло на три часа. Камни посыпались. Земля разверглась. Во-первых, из-под креста Христова. Ведь где был крест Христова поставлен? Там, где был похоронен Адам. И Адам, череп Адама, выкатился в череп. И слова произнес в череп. Те же самые, что сказал в свое время праведный Семен. Ныне отпущающий, арабатывая владыка. Это видели все. Поэтому страх был страшнейшимся. Гробы отверглись. Покойники вышли из могил. Представь себе эту картину. Покойники вышли. И пошли. Это ни в каком-то фильме ужасе. Нет, не придумал. Завеса церковная раздралась. То есть это уже сам Бог показал, что ветки. Завет кончился. И начинается новый завет. Это как раз то, о чем Господь говорил. Храм, разрушу храм, и в три дня воздвигну новый. Храм тела и крови Христова. Так вот, сегодня мы вспоминаем эти самые страшные моменты. Но мы с вами уже знаем, что Господь воскреснет. Поэтому для нас, как сказать, нет этого шока, как был там в ангельском мире и во всей природе. И у людей в том числе. Мы знаем, что скоро будет светло Христово воскресение. Мы ждем этого момента. И Господь нас просветит светом жизни и светом Царства Небесного. Прикладывайтесь. Прикладывайтесь.